Добрый, добрый, добрый день, дорогие друзья! Рубка была интересной, видно, что чем выше мы продвигаемся по турнирной сетке, тем интереснее, собственно, матчить. Более творчески надо подходить к решению сложившейся проблемы игрокам любой из команд. Да, четвертый, я уже боюсь даже узнать, что будет в одной второй. Там и гранд-финал у нас близко, и та же рубка за третье место, там уже понятно, что страсти будут посерьезнее. Ну и давайте по пику пройдемся. Команда Вим забрала себе Тайтхантера и забрала себе Варлока. Со стороны команды Пипинус Дивертидос, Магнус и Лич отъезжают у нас в пик, ну и в принципе по первым героям видно, что у Флейнера, скорее всего, придумали Вимы для своей страты. Тайтхантер, скорее всего, отправится на сложную. Ну и Магнус тут, либо мид, либо сложная линия, пока что непонятно. Ну и Лич, в общем-то, как саппорт мог бы поиграть у нас, как и опфлейнер тоже смело мог бы отправиться на сложную. По банам давайте быстренько пробежимся, пока есть время. Квин оф Пейн отлетает у нас в баню со стороны команды, играющие за Дайер. Также отлетает Вайпер, туда же Винтерн Виверн и Шторм Спирит. Все оранжевики, все достаточно мобильные, сильные и очень неприятные, это факт. Ну, видно, что трех мидеров забанили, значит, кто-то свой уже в мид спланирован у команды, которая играет за Дайер, у команды Пипинус Дивертидос. Команда Вим отправила у нас Андайенга первым же баном. Ну, правильно, вообще нет смысла это устрелять, Андайенга даже на этом уровне. Бристл Бэк также у нас отлетает в баню, Сайленсер и Свен, все туда же. Ну и Лина, Лина для команды Вим. Варлок, у меня есть подозрение, что отправится в мидлей, поэтому зачем банят Шторм Спирита, потом зачем банят... Ну, Квапа, это понятно, на ранних минутах. Вот того же Шторма, мне кажется, лишнего бан. Варлок, по всей видимости, отправляется в мидлей, Лина, я думаю, может и посаппортить в этой игре. Все будет зависеть от двух следующих пиков. Со стороны команды Дайер. Скайросмак об одном, Лич, три саппорта, три саппорта. Магнус, скорее всего, оффлейн, я так понимаю, и мидлейн надо еще добирать. Ну, Вимы знают об этом или не знают, сейчас постараемся понять. На данный момент, как бы, по пику комплектация поинтересного. Команды, которая будет играть за Рэддиан, тут мультискиллов предостаточно. Рубика надо отправлять в баню, это просто факт. Но с другой стороны, брать Рубика здесь четвертым, ой, точнее пятым пиком, это просто обречь себя на будущее без керри. Магнус, Абадон, ну, Абадон одевать в керри, вещь достаточно сомнительная. Да, конечно, он жесткий и сильный, но до поры до времени. После 30-35 минуты самый крутой Абадон не серьезен против какого-то хорошего керри. У команды Вим еще есть вариант добрать себе керри. Саппорт Лина, саппорт Энигма, Варлок, мидлейн, Тайдхантер, скорее всего. Ну, предположительно, отправляется у нас на сложную линию, а керри еще надо добирать. Гирокоптера забанила команда Пипинус-Давертидос, а команда Вим отправляет в баню у нас антимага. Угу. Ну, антимаг под Магнуса, да, пожалуй, что так. С другой стороны есть Войт, с другой стороны есть Фантом-Лансер, которого никто не отменял. Террор Блейд, вот это приехали, заготовочка пошла у нас от команды Дайр. Пипинус-Давертидос взяли, ну, мягко говоря, очень нестандартного керри, которого используют крайне редко, и последний раз его использовали году в 2014, наверное, или где-то на рубеже 13-14, когда Нагу все в панике банили. И тогда Террор Блейд исполнял у нас роль Наги, ходил по всем абсолютно линиям и выфармливал героев. Но тут все зависит, конечно же, от рук керри. Если керри расформить нормально Террор Блейда, то, конечно, в машину для убийств Террор может превратиться. Это... у него для этого все есть. Герой, правда, очень сильный, и я считаю, незаслуженно забыт у нас в профессиональных матчах. Ну и чем же ответить? Какой керри будет у нас перекеривать Террор Блейда? Это надо еще посмотреть. Ну, минута 30 есть на все про все у коллектива Вим. Есть подозрение, что Войт здесь не справится. Хотя было бы, конечно, классно, вы понимаете? Я думаю, после Тайт Хантера, после Энигмы Террор Блейдом можно, в принципе, законтрить Фантом Лансером, мне кажется. Против кого свапаться будет непонятно. Без маны гулять постоянно тоже вещь не самая приятная. Ну и ПЛ тут иллюзии против иллюзии. Мне кажется, ПЛ самое оно. Да и вообще, когда кружочком всех Энигма соберет, Тайт Хантер застанет Варлок сверху на голову, кирпич уронит, и этот кирпич встанет, будет бить вам лицо. Я думаю, что как раз это идеальная ситуация для Фантом Лансера, чтобы расплодиться и иллюзиями расцарапать морду своим соперникам. Ну, ждем. Ну, по-моему, ПЛ тут маст хэв по данному пику, мне так кажется, потому что с Террором будут проблемы. Да, это не самый приятный пик для ранних минут. Тот же Скайра Смак, тот же Абадон на линии, если против Фантом Лансера его поставят, с ПЛом жут, что сделают. Ну, надо надеяться, что ПЛ, скорее всего, выйдет. Снайпер. Вот так вот. Просто не буду Террор Блейда подпускать близко даже. Снайпер, Варлок, Лина, Энигма, Тайтхантер против Скайра Смагатор, Блейда, Абадона, Лича и Магнуса. Ну и сразу по героям. Вим Наоми забирает себе Тайтхантера. Хенни будет играть у нас на Варлоке. Реалити играет на Лине. Бим Бэм играет у нас на Энигме. И Джей Ти играет у нас на Снайпере. Все, разбрались по команде Вим. Ну и по поводу Пипинус Дивертидос. Экс Маркос будет играть у нас на Личе. Термо Нюклер Маус играет на Скайра Смаге. Юникорн играет на Террор Блейде. Бладлайт играет на Магнусе. И Оул будет отыгрывать на Бадон. Расстановка по лайнам тут, в общем-то, гуляющая. И как бы не нарушить вообще всю свою придуманную комбинацию. Просто неверная расстановка. По линии видим, что уже по закупу понятно, куда Лина направляется. Ну и со стороны команды Вим Варлок. То ли саппортит. Да, скорее всего саппортит. Фотал Бонс прокачал у нас Варлок. Саппортить будет Снайпера на Лине. Ну и такая вот полуагрессивная. Ой, какой классный логотип. Ну и на сложную отправили Тайдхантера. Тут вариантов немного было на размышлении. Термоядерная мышь. Вряд ли в соло отстает у нас на Медлайне. Я думаю, что скорее всего будет просто некоторое время саппортить Магнуса. Вещь достаточно серьезная. Термоядерная мышь за счет тех же Арканболтов. Да и за счет любого сплана на Медлайне наказывать своего оппонента сможет. И дать возможность таким образом своему мидеру выставить. Нет, он сам стоит в соло. Старый олдскульный Скаря Смаг. Который только появлялся в доте. И который, кроме как на Медлайне, нигде не стоял. Которого брали как Бэтрайдера на начальных этапах только в миде. Он только в миде стоял, получал левел. А дальше с ранним Мистик Плеером по всем линиям устраивал жесть просто что. Ну и отправляется Блодлайт на Магнуса у нас на топлей. Внизу. Вверху точнее против него Тайтхантер. У Тайтхантера ситуация достаточно комфортная. Против Магнуса сильно проседать. Не должен Тайтхантер. В общем-то, кто кого переформит, уже все зависит от рук. Тайтхантеру не сложно фармить. И стоять он может долго. Благодаря тому же Кокеншеллу. И Магнус может стоять достаточно уверенно. Потому что Тайтхантер по сути сильно харасить-то и не может. Ну и Террорблейд у нас занимается фармом. Причем на нижней линии. Сложный. Триплаут команды Пипинос Дивертитес. Икс Маркас на личе. Пока что ничем своему тиммейту помочь не может. Потому что прокачал на Сакрифайс. Просто чтобы без фарма оставить Варлока. Ну и Варлок. Не Варлок, а точнее Снайпера. Вместе с Варлоком. Ну и кое-как где-то что-то подвыграли. 4 на 2 у нас у Юникорна. И только 2 на 0 для Снайпера. Снайперу близко подходить опасно. Потому что Реншу Леча здоровее. Наверное, такой же, как у Снайпера. На начальных этапах. Вот, Лечу бы еще какой-нибудь скиллок проучить. Ему вообще цены нет. Ну и со стороны команды Вим. Энигма у нас занимается лесным фармом. Что, в общем-то, было понятно предположительно. И на сложной мы видели Тайдхантера. Против Тайдхантера Магнус. От Пипинус Дивертидес. На Медлейн. С Хайрос Маг. 4 на 5 у него. И 4 на 1 у Лину. Термоядерная мышь здесь достаточно уверенно стоит. Ну и Триплу мы видели. Триплатор Блейд. Лич. И недалеко здесь Абадон. Лечу второй левел позарез. Просто нужен, да, уже есть. И Фрост Бласт у нас имеется у Лича. Теперь просто стоять и Харасить. Харасить и стоять. И больше нечем заниматься у нас Личу. Тем более, что Харас одного героя примерно цепляет и второго. Значит, КПД возрастает. Ну что, Лина у нас на Медлейне. 8 на 1 против нее Скайрос Маг. 6 на 6. Лина получила левел. У нее появились необходимые сплы. Поэтому теперь массово пачками фармить не проблема. Команда Дайд. Кинус Дивертидес. Выигрывают 100 по голде. По экспириенсу проигрывают более сотни. И что проигрывают, давайте смотреть. Ну потому что Энигма со стороны команды Вим. Не занимает линию. И при этом кучу экспириенса получает в лесу. Через Эйданолов, через Мелефейс. Стандартная рабочая схема. Ну и остальным просто терпеть. Пока Энигма не заработает свой левел. И не выйдет на линию. И начнет на линии звать всех к себе. Ребята, у меня есть Black Hole. Идите покажу. Боттл приобретает себе Лина. И у Скайрос Мага деньги на Боттл есть. Но я смотрю, так он не особенно стремится к данному артефакту. И Курьер, правда, в это время гуляет где попало. Пока что до мидера Курьер никак не доберется. Все, Боттл имеется. Мэджик Вон тоже Скайрос Маг себе затарил. И у Лины Боттл вместе с Рейс Бэндом летит. Что такое? Нет, это не его. Рейс Бэнд. В это время Террэд Блейд забирает себе Хэнни. Хэнни на Варлоке отправляется в таверну. Счет 1-0 по голде команда Пипинос Дивертидес. Здесь чуть-чуть совсем подняла. Но ФБ есть ФБ. Психологическое давление они уже на своих соперников оказали. Теперь важно не потерять. Вообще, кстати, вот эта... Вот эта игра под названием Дота. Вот игра некой динамики. Я просто каждый раз убеждался, насколько важен первый шаг. Насколько важно со старта захотеть преимущества. И как этот снежный ком потом в итоге растет. Если вы, конечно же, не плужите и не бьете этот снежный ком о какие-нибудь твердые предметы. Например, в пятером пойдете сольетесь. Или умудритесь просто не задефать в сторону, когда вам пушат ее. Если со старта, после ФБ, сделать еще один фракт. А потом еще один. То, по идее, проблем быть не должно вообще ни у одного из героев. Ну, просто что команды начинают тащить, а потом после этого расслабляются. Так. Что за? Ну что, на нижнем лине снайпер кое-как да все-таки фармит. 17 на 5 у него, 18 на 8 у Террор Блейда. И Абадон отсюда просто-напросто уходит. Оул занимается фармом совершенно в других местах. Вот, для него не критично, в принципе, стоять на линии. Потому что с личом тут Террор Блейд должен вместе справиться. Вот. Снайпер, по идее, пока что дамажит не али. Ну, Террор Блейд у нас идет через Иллюзии и идет у нас через Метаморф. Не качал еще. Рефлекшн. Пока что рановато, как я понимаю. Просто для фарма, чтобы быть поплотнее, чтобы иметь возможность в случае чего кого-то где-то да как-то добить. Хедреска вместе с Тапком у нас уже у Бимбэма. И Энигма, так гляньте, как дерзко у нас начинает фарм до 6 минуты. Он получает 6 левел. Это, кстати, о серьезном скилле говорит. 6 левел у него есть Хедрес, есть Солринг. По крипам 35 на 0, 36 даже на 0. Ну, круто, круто. Если бы не вард со стороны команды Вим, то уже давно-давно Энигма мог бы и выйти. А, Вима, это Вимовский вард. Да, да, да. Энигма может выйти, просто тут для этого надо команде ФСДС немножко подальше пойти. Ну что, пошли с нас за Варлок. Самое время, кстати, Энигме подходить и в спину заходить под эту тиму. Ну что, пошел Меллифейс у нас по Юникорну. Блэкпол по двоим. Юникорна нет ульты. И здесь Эйдонова и Энигма просто жжет в этом файте. Просто вышел и в соло сделал даблкилл. Да, потеряли двоих игроков, игроки команды Вим. Ну как потеряли, отдали просто. Пока Энигма гулял у нас, пока подходил, все достаточно печально закончилось для Снайпера и для Варлока. Ну что уже говорит о том, что Террор Блейд плюс Лич сильнее данной связки, чем Варлок и Снайпер. Ну и если бы Энигма, конечно, был, понятное дело, что развалили бы у нас Террор Блейд. А так, Энигма забирает Блэкхоллом двоих, плюс Сейдонончиками и уже совсем чуть-чуть остается до Мекки. Возможно, в этом и плюс даже некий есть. Потому как ранняя Мека — это больше шансов на то, чтобы в файте быть нерахитами. Это важно. Медлейн 22 на 4 от Реалити, и против него 16 на 12 Скайросмак. И вот это наталкивает на мысль, а тут далее Скайросмака поставили. Да, он классный, да, он хороший, но Лина тоже ведь достаточно серьезный персонаж. Кстати, у Лины только-только седьмой, а у Термоядерной Мыши у нас седьмой уже достаточно давно, уже почти восьмой левел. У Лича пятый уровень, ульты пока что нет. Ну и у Террор Блейда только-только появляется шестой, Сандр уже прокачивает. Нашел лагрить на себя Террор Блейд. Знает, в принципе, что нет ульта у нас ни у Снайпера, ни у Варлока. У Варлока вообще рановато, у Снайпера тоже еще время придется подождать. Ну и таким вот образом может себе позволить понаглее немножко действовать Террор Блейд, пока шестые левелы они получили у нас нижняя связка команды Ви. Давайте переместимся на топ лей. Здесь Тайт Хантер. Вот 21 на 8, почти седьмой левел. И восьмой у нас у Магнуса. Вот 32 на 13. Ходит в спину к Магнусу. У него есть РП. Уходит у нас Магнус. Кстати, вот Лайт Страхерой была бы еще мана. Может, можно было бы и пробить, но в итоге РП у нас просто похоронный был для Магнуса. Перед смертью проязал его. И в это время на нижнем лане. Развалили у нас потихонечку Варлока. И дальше гонят Снайпера. Снайпера сейчас подсловят. И за ним можно было бы и бежать. Но Террор Блейд просто остается на месте. И просто будет заниматься фармом криптов. Лич далековато от Файта. Но в любом случае подойти успеет. И что, пошел сюда ТП от Варлока. Варлока маленький. Левел, конечно. Но кого-никого, а развалить-то можно. Юникорн МЛР. У него Сандр уже проюзан был. Дикая боль просто у нас по Юникорну. И как дело дошло до того, чтобы просто принимать на себя удар, он не вывозит. ХП мало. Дефа много. Но ХП мало. Еще раз повторюсь. 11 плюс 1. Ого-го-го. Вот это количество дефа. На Абадона посмотрите. 2 плюс 3. Лич 2 плюс 4. Здесь своих базовых 13. Уже 13 плюс 1. Это просто такой прирост дефа. Я не понимаю. Да, многовато, конечно. Многовато. Ну что, Вимы выигрывают по голде 1000. По экспириенсу более полутора. Тайдхантер смещается на Эншентов. А Магнус остается в соло. Кстати, у Магнуса мы видели. Двух героев Магнус не вывозит. С одним Тайдхантером мог бы еще поговорить на равных. Но с двумя уже проблематично. Больше скиллов необходимо юзать. И в связи с этим им маны просто-напросто не хватает. Что, Абадона забрали на мидлейне. Лина забирает этот фраг. Это уже третье убийство у нас для реалити. У него 3-2-2 по КТ. КДА. Вот. И Магнусу как-то бы сместиться, конечно, к своей команде. В более-менее организованный файт. Влезть. Но с другой стороны у Магнуса нет даггина. Куда там врываться, если врыв с QRM и заканчивается. Заерпашить всех, а потом не знать, куда всех увезти. Это печальнее. Этого быть вообще ничего не может. Уинниг. Уже есть Мека. Уже есть Солринг. 900 на руках. И по Нетворсу, мне кажется, первое место. Так и есть 4500 для Бим Бэма. И только 4000 у нас для Террор Блейда. Который стоял с саппортом на линии. Который, в общем-то, комфортно фармил. И Нигма в итоге перефармливает всех-всех-всех. И чем дальше, тем больше. Это новый пока что только 3-го левела. Вот. После этого... После 4-го левела уже даже они будут представлять серьезную опасность для любого героя команды PSDS. Счет 7-7. По голде впереди все-таки команда Вим. 2 с копейками. По экспириенсу 2 с лишним тоже для них. Давят не сильно, но все-таки давят. Ну и четвертьфинал. Видите, не быкуют игроки обеих команд. Стараются действовать со стопроцентной вероятностью. То есть в какую-то авантюру не лезут. Не будем забывать, что 1-4 это уже не 1-8, но все еще Best of War. Поэтому здесь одна ошибка. Один какой-то недоработанный момент может повлечь к поражению в матче. А поражение это вылет. И все, плакали шмоточки. За них будет бороться тот, кто вас обыграл. На мидлейне у нас термоядерная мышь забирает лину через мистик флеер. Через, в принципе, через Ancient Seal и через Bolt. Ну, лине досталось, я так понимаю, очень быстро. Очень много, точнее, потому что я даже переключиться по количеству хп на лину не успел. И третий раз умирает у нас уже мидер команды V. Вроде по одним линиям дела идут достаточно неплохо. А по другим действительно провальные. Есть места 3 раза умирать мидеру. И к тому же снайперу 1 килл, 1 смерть. Ну, наверное, многовато. За счет чего Вимы, собственно, держатся вверху. За счет Энигмы. Потому что у них один из саппортов является главным надворсом на карте. Первым. Первым пока что никто не достал до его высоты. Даже Terrorblade, который, повторюсь, фармит нон-стоп. Фармил при поддержке своих тиммейтов. Теперь фармит в соло лес. Разошлись игроки команд по своим позициям. На лайны подходить желания, я смотрю, ни у кого нет. Ну, видимо, до отката ультов. Еще нет до сих пор ульта у нас у Абадона. Только-только шестой левел намечается у нас у Савы. Пока что не имеется. Ну и, кстати, гляньте, во что он собирается. Хедресс у него есть. Готовится к покупке Мекки. В это время у Энигмы после Мекки еще и 1900 на руках. Но Энигма просто MVP в составе команды Ви. У него уже второй Midnight Pulse есть. Кстати, под ноги-то Midnight Pulse и Black Hole. И тут можно на этом-то и заканчивать. Ну и все. МЛР просто сгорает у нас от Black Hole. Ихс Маркос туда же. И опять даблкил от Энигмы. И это 5-0 уже для Бим Бэм. Энигма просто выходит периодически поформить линию. Ясно, стою, фармлю лес, а потом выйду, поформлю немножко героев. Все, я попробовал героев так, чтобы не забывать вообще. То есть он вроде бы и отшельник, но чтобы так человеческий язык не забывать, выходит на линию, пообщался с героями, все понятно. Двоих забрал, ушел. 5-0-2 счет у чувака на данный момент. Так, Лины у нас на Midlay не загоняют. Не очень точный, вообще не точный шок, поэтому у нас тут Магнуса. Ну, тут Скайра Смак был близко, поэтому можно исправить было ошибку своего оффлейнира. Тайт Хантер. Произал у нас ульту. У Хантера есть даггер. Кстати, Тайт Хантер разворачивается и очень, мне кажется, зря. Отпускать его, по идее, отсюда не должны. Ну и Бим Бэм уже недалеко. У него есть Меднайт Пульс. Меднайт Пульс под ноги. Без маны Скайра Смак в это время. Он отсюда уходит. Так, Снайпера поймали. На Снайпера проюзал РПшку. У нас Бладлайт. Снайпера развалили. Счет становится 9-10. Там, где Энигма нормально себя поведет, там где-то в течение 1-2 минут отвечает у нас и Магнус. У Магнуса есть даггер. У Энигмы после... Точнее, не после. У Энигмы даггер появляется после Мекки, после Солринга. Бутсов спит. Ну, 6-400 у Энигмы. Я думаю, даже и не лишним было бы здесь Хэнд оф Мидас приобрести и просто превратить свой фарм в нечто такое, что поставило бы на колени команду Пипинус Дивертибрис. То есть, вы понимаете, да, если Энигма будет у нас, например, с Хиксом, если Энигма будет у нас с Аганимом и двумя Меднайт Пульсами, если Энигма будет у нас с Эфрешер Арбом, то почему бы и не драться? Что успеет Террор Блейд таким вот образом даже со всеми своими иллюзиями сделать? Не очень просто будет. Ну что, Варлока зацепили. Варлок даже не успел провязать ухо. Хотя я вижу, что пытался. Ну и Лину тоже у нас поймали. Магнус опять промахивается. То с Кьюером, то с Шоквейвом. Всем по чуть-чуть и всем постоянно промахивается. Энигмы нет у нас. Блэк Холла, он вынужден отсюда уйти. Точно так же, как и Лина. Вынуждена уйти из драки. Одним фрагом закончился этот файт. Счет становится 9-11. И давайте смотреть золото. После 16 тысяч... Ой, после 16 минут полтысячи в пользу команды Вим. И после 16 минут по экспириенсу 700 тоже в пользу команды, играющей за рейтинг. На мид лейн готовится у нас выход. Дефать вроде бы, я смотрю, готовы. В чем готовы все. Правда, не будет Блэк Холла, не будет реведжа еще в ближайшие 15 секунд. Может получится переждать. Может получится. Вдруг следующей волны крипов будет ждать у нас команда Пипинос Дивертиреса. Да, конечно, файт был бы явно не в их пользу. Ну и повезло по таймингу. Только-только вот появилась ульта у Тайтхантера. И откатилась ульта у Энигмы. Ну и давайте, пока время есть, пробежимся по артефактам. Экс Маркос уже у нас с Транклил Бутсами поинт Бустер. И в Курьере летит ему Огр Клаб. 2000 остается до... Аганима Абадон. Что тут у Абадона? Ничего в Курьере в принципе нет. Есть Хедрес, есть Базилка. И это... Да, это не Мека. Это Влад Мерас собирается. Дальше Террор Блейд. Ничего, Яша. Рингов Аквилла и ПТ. 1500 на руках для Террор Блейда. Скорее всего, я думаю, будет Манта Стайл. Вот про макшенные иллюзии. Почему бы еще и Манта Стайл? Прикупить себе. Ну, правда, по ХП Террор Блейд будет очень сильно просветить. Если в Блэк Холле застрять, то там, конечно, ситуация не самая приятная будет для него. В Пойнт Бустер есть Сол Ринг для Нюклер Мауса и Аркан Бутсы, которые, по всей видимости, будут разбираться и превращаться в Сол Бустер в итоге. Много Маны для Скайрос Мага необходимо, но я думаю, что все это идет к Аганиму. Скайрос Маг, скорее всего, будет у нас Аганим. Собирать и без КДшный Ульц свой иметь. То есть нон-стоп раздавать его, раздавать, пока есть Мана. Поэтому Маны потребуется 3 миллиона. Ну, или Ча, мы с вами видим. Борду команды Вим. Команда Вим вся сгруппировалась вокруг своего Т1. Думаю, что кто-то будет нести, а здесь ребята просто на панике. Пока что стоят. Ну и по ней Тайдхантер у нас с Даггером. Есть у него Аркан Бутсы, у Лины. У Лины уже готовый Юл. Также есть Тапок и есть Боттл. Бим Бэм у нас на данный момент. Блин, Даггер Мека. И 1600 на руках, но и не в самое время, я думаю, БКБ покупать. Например, от Скайрос Мага, да, скорее всего. Ну и Варлока вообще ничего. Варлок до жути несчастный. Больно смотреть. Ну и Снайпер с Мэл Стромом на данный момент. Также есть Трингов Аквилла. И есть Фейсбукс. Ну и команда ПСДС готовится выйти на нижний лайн. Очень удачная позиция для Бим Бэма. Прям великолепная, я бы сказал, позиция. Ну и все, можно уже влетать. Реведж пошел у нас от Тайтхантера. Здесь есть Даггер у нас у Энигмы. И Энигма то ли заснул, то ли байтит. Ну и всех вместе поставили. Упал туда Кирпич. И где же Блэкхолл Энигма? Где все это? Пора бы уже провязать Блэкхолл. Ну Бим Бэм у нас момент пропустил. Я даже не могу понять почему. В ощущении, что у него были лаги или что-то вроде того. Потому что после реведжа Тайтхантера сразу должен был быть Блэкхолл. У него очень удачная позиция. Почему он стоял и ждал, непонятно. И в итоге ультракил, конечно, от команды ультракил от Снайпера. И вообще Тим Вайп от команды Ви. Тут развалили прям вообще под орех. 1600 голды, 4900 экспириенса. Ну, с Блэкхоллом, конечно, есть вопросы, почему так, а не иначе. С другой стороны, своего команда Вим все-таки добилась. Они этот файт выиграли. 3 в 5 тоже не есть плохо. И раздали двух саппортов и мидера. Тайтхантер, Снайпер остались живы. Еще этот Снайпер получил 4 килла в этом файте. Тут, конечно, штука полезная для команды Вим в любом случае. По голде они выигрывают 2000. По экспириенсу 2,5. Ну и по Нетворцу вы видите. Снайпер уже выбирается вперед. Ультракил свое дело делает. 8000 у нас для... 7800, точнее, для Террор Блейда. Ну и Энигма спускается на третью позицию. Потому что Блэкхолл не давал. Потому что сначала был очень крутым, а потом немножко где-то подвтыкал. Плохой, плохой Энигма. Не, Энигма, правда, очень даже крутой. Я подозреваю, что, скорее всего, просто то ли был пролаг какой-то у Бим-Бема, то просто заснул или кто-то пришел, например, звонок звонил. Энигма спускается на третью позицию. Всякое бывает. Продолжение у нас экшена на нижнем лине. Ульты есть со стороны команды ПСДС у всех. Со стороны команды Вим у Тайтхантера. Через 15 секунд будет ульт. К этому моменту, наверное, еще и не сместятся сюда ПСДС. И у Варлока ульт аж через 30 секунд. Блэкхолл Энигма так и не давал. Наверное, пора уже попробовать. В кусты спрятаться не удалось. Может, наоборот, команда Вим будет гнать своих соперников. Ульт Варлока не ждут. Или ждут все-таки. Или будут врываться. Должны Бладлайт тоже с крутым ультом. И он тоже мог бы собрать всех вместе и отвезти в своей команде. Он просто уходит. И это означает только одно. Командовим сама должна давить, потому что собрались же в пятером здесь непросто. И отойдут на деф. Наоми прыгает у нас дальше за Терер Блэйда. Гаш по Терер Блэйду. Просто пытаются его зацепить. Поднимает у нас витрат Терер Блэйда. Ну и все. Юникорн отправляется в таверну. Ну что за ГГ? Зачем? Кому это? Синдром Паба? Энигма. Блэк Холл по троим. И должен вроде бы всех выхилять здесь Оуну. Как это сделать, если еще и на голову тебе падает кирпич? И дальше за Оулом у нас бежать-то смысла в принципе нет. Но будут бежать игроки команды ВИМ. Где-то под Т2, глядя, и под столь. Ну, Блэк Холл просто великолепный. И вы видите, что происходит. Варлок плюс Энигма решает вопрос вообще дальнейшего существования четырех. Или там пускай, да, четырех. Стоял Абадон, и Абадонов тоже слили. Короче говоря, все, кто попал под этот раскаст, развалился. Не было рядом Снайпера. Не было Лины, не было Тайтхантера. Энигма с Миднайт Пульсом просто не прощает. Я считаю, что это один из самых серьезных скиллов вообще в доте. Но просто посмотрите. Милифейс и Миднайт Пульс под ноги и Террор Блейдс ровно половину ХП теряет. Это половина ХП мейнкерри команды ПСДС стоила 160, плюс 140, 300 маны всего лишь Энигме. Мда, много, конечно, много. Ну и дамажащая штука, это просто еще бегством спасался у нас Террор Блейд. Если бы стоял подольше, то... И все ХП мог бы потерять. Ну здесь так вот, саппорты, конечно, меня радуют. Конкретно радует БМБМ своей игрой. Вот здесь игра саппорта более чем заметна. Этот своеобразный саппорт, не тот, который отвечает за ворды и комфорт своего керри на линии. Это саппорт, который выфармливает артефакты необходимые, а потом дерется и дерется на уровне со своими керри. Может даже где-то и повыше. Где-то на уровне Высоцкого, а может даже и выше. У Энигмы 6-1-5 счет на данный момент. 6-2-6 у нас у снайпера. Ну и кто круче? Круче Энигма, конечно. Снайпер уже с даггером. У него есть Мом, у него есть даггер, у него сейчас появятся криты. И все скиллы необходимы. Промакшены, ну, немножко печальненько все складывается для команды ПСДС. Скоросмаг собирает себе, продолжает, по крайней мере, я так понимаю, собирать Бладстоун. Не думаю, что это верное решение, потому что закончится все очень плохо. Правда, ну, очень. Скоросмагу и Аганим собирать без большого количества маны бессмысленно. Ну, 2 Мистик Флеера это предел. Да, 800 маны требуют на 16-м левеле данный скилл. 800. Для этого, для раскаста, то есть, надо минимум 1600. Это значит, никого не заткнуть, никого не подстопить. Вообще ничего не сделать. Маны надо очень много Скоросмагу. Где ее брать, вообще мне непонятно. У Тайтхантера уже есть Плейдмейл. Собирается у нас, скорее всего, в Шивас Гвард. Тайтхантер. Ну и лич. Посерьезки пошел. Вся команда терпит, лич зато с Аганимом. Кто знает, может для всей команды ПСДС, вот эта вот покупка Икс Маркоса и будет решающей. Потому что собирать всех кругом и туда же организованно так дать чайник, в принципе, шанс на победу увеличивает это точно. Тем более, все будут стоять вокруг Энигмы, который кастует Блэк Холл, бить всех, кто там в кругу собрался. И желание побить кого-то может плохо закончиться. Потому что чайник с Аганимом, я думаю, вы все в курсе, но кто не в курсе, скажу, имеет неограниченное количество прыжков. Он может прыгать бесконечно, если расстояние позволяет. Тут такая проверка на жадность будет от команды ПСДС. Тайдхантера видят. Тайдхантер у нас отправляется на нижнюю руну, знает об этом Магнус. Ну что, готовится прыжок от Магнуса. РП по двоих. Пусть бывает вовремя, чтобы упрыгнуть. Тайдхантер вместе с Энигмой, ну и Энигма. Блэк Холл, ну и Энигма в итоге-то разваливается. Это ультра килл от Икс Маркоса. Это вот то, о чем я вам говорю. Просто надо дать хороший ульт. И лич забирает четырех героев в этом файте. Минус четыре вообще делает команда ПСДС. И все денежки капнули у нас лечу. Удачный чайник туда вообще в общую массу. И пусть себе стоят подмораживаются. Ну и улича. Полторы тысячи золота просто сверху капнуло. Вот роху команда ПСДС отковыряла. И это пахнет камбэком. Они проигрывали 9 тысяч по голде. Сейчас 7500. По экспириенсу точно такая же ситуация. 1 в 1. Потеряли только своего мидера. Скайросмак. Единственный, кто отправился в таверну. 28 минут сыграть. ТП в этом файте я, кстати, не помню. Участвовал ли он или нет. Манта Стайлс. Террорблейд собрал себе. ХП немного. Зато много иллюзий. А в сумме, если всех сложить, то и ХП получается приличное количество. 28 с половиной минут. Команды продолжают затариваться такими вот промежуточными артефактами. В частности, это появившиеся на Магнусе барабаны. Пока что рефрешили, думать не приходится. Где взять на него ману, где... Да вообще, где деньги на него взять? Ладно, там, пёс с той ман. Где деньги брать? И фармят, продолжают фармить игроки команды ВИМ. Снайперу необходимо, скорее всего, добрать себе, что... Да, что Мьелнер, что пристали скрутить в Дейдалус. Из этого снайпер не такой серьёзный боец. Мы видели, как игроки команды ВИМ отлетают под массовым раскастом. Но в любом случае, у Магнуса уже есть ульта, есть ульта у нас у Лича, поэтому если бы знали игроки команды ПСДС, где находятся их соперники, то можно было бы и подраться. Ну так, все вроде на линии палятся, ходят по открытой территории, поэтому ПСДС не очень понимают, где же их оппоненты находятся. Ну, снайпер супермобильный, своей скорости предостаточно, плюс наличие даггера позволяет достаточно быстро по карте перемещаться у снайпера. С этим, конечно, недостатков нет. 30 минут сыграно по голде. ВИМы более 5 выигрывают, по экспириенсу точно столько же. ВИМы более 5 выигрывают, по экспириенсу точно столько же. Ну, Скоросмак продолжает собирать пока что непонятно что. Просто термоядерная мышь не дает мне даже вариантов для размышлений. У него 1700 на руках, у него есть поинт-бустер, у него есть аркан-бутсы, и к этому ничего не добавляется. Уже вот минут 12, наверное. Снайпер выходит на первое место по фарму. У него 13 с копейками, 10 тысяч у Бембема и 11800 для Юникорна. Террор Блейд здесь единственный, кто, наверное, сможет серьезное... какое-то противостояние организовать против того же снайпера, той же Лины. Да и с Энигмой. Кто-то разговаривать должен по-серьезному, если вдруг он не попадет, например, в РП и в ульту Лича. Террор Блейд пускает иллюзии по пуши. Значит, понемногу, по чуть-чуть, по куску совсем, но где-то подъедает линию, подъедает тавр. Там, гляди, фарм наладится, но он уже не так-то и далеко отстает. От снайпера 13700 на 12600 от Террор Блейда. Всего лишь 1100 на 31 минуте. Быстро можно это все отыграть, если, конечно, играть уверенно. Вейл оф Дюскорд приобретает Лич. Накапали деньжата после того ультра килла от Икс Маркоса. Теперь туда еще под РПшку крутой чайник с вейл оф Дискорда. Скоро чайник будет с 16-го левела. Вот, и 550 с каждого удара. Это ого-го сколько. Действительно, очень много. Неограниченное количество отскоков. То есть вместе стоите за секунду, наверное. Снесет там каждому по 4000 хп. Ну что, нас поймали Магнуса. Ловит лайфстрайкер и у нас Магнус. И реалити просто задувает лагуну Блейд. Не стал долго цацкаться с Магнусом. И открылся горизонт для пуша в команде Вим. Одного забрали. Теперь 4 в 5 не так интересно. Пайтится плюс Магнус отсутствует без РПшки. Вот и Лич, значит, не такой грозный будет со своим агонимом. Ну и вообще потеря Магнуса тут всю схему рушит. Команды ПСДС. Вимы без проблем, без препятствий забирают Т2 на топ-лейне. Можно, в общем-то, и смещаться куда-то, а можно... Ну а можно пройтись на хайграунд. Решают все-таки переместиться на мид-лейн и начать пушить Т2 по миду. Крепы далековато немного. У Анигму уже есть Персеверанс. У него есть уже Ultimate Warp и Кудаун, собственно, собирается. И я так понимаю, что это будет Линкен Сфера, скорее всего. В общем-то, больше некуда. Варлок все деньги вообще слил на варды. За варды вы видите, да, какую большую часть карты. Варды, в принципе, везде. И Девардинг тоже происходит. И не столько сам вижен команды Вим, сколько отсутствие вижена у ПСДС. Удручает. Ну и появляется Скади у нас для Террор Блейда. Только-только. И денег на байбэк, по идее, у него нет. Да, не хватает денег на байбэк. Так, в это время у нас с иллюзиями короткий разговор вели. Ну, так достаточно агрессивно велась команда Вим. Как будто сейчас будут все в него вкастовать. И ульта туда пойдет одна и вторая. И Лагуна Блейд от Лины. Ну, здесь понятно же, что это иллюзия. Так проседать настоящий Террор Блейд не мог, в принципе. Если бы мог, то уже давным-давно можно было идти и сносить. Ну и Вимы подпушивают. Понемножку, по чуть-чуть. Но талант проседает. Скорость атаки у Лины большая. И демеджа много. И снайпер здесь недалеко. Ну и дальше пушит. Теперь не пушит нижнюю Линь. И деньги продолжают литься для команды Вим. А команда по СДС стоит фактически без фарма. Единственный, кто фармит, это Террор Блейд. Может быть, он вообще единственный, кому надо фармить в этой команде. Ну, деньги не бывают лишним ни на одном из героев. Поэтому неплохо было бы еще кому-то выбраться хотя бы в собственный лес. Тут вроде как по вижену команда ПСДС свое дело сделала. Саппорты раздевардели у нас. Ситуацию эту и свои варды поставили. Магнус готовится к приобретению БКБ. У Бима уже есть Линкен Сфер. У Лины готовится Аганим к покупке в Курьере. А в Курьере уже готов Аганим. У Лины уже есть Аганим. У нее есть ЕУ, у нее есть Даггер, у нее будет готов Аганим. 16-й левел есть. Что это означает? Это означает, что с... 950 будет залетать независимо от БКБ, который, например, тот же Магнус себе собирает. Террор Блейд, если вдруг захочет. Ну что у нас? Команда ПСДС просто отправилась на топ-лейн. Реведж пошел у нас от Наоми. Блэк, Холло, Двим, Вэма. Все здесь. Тайт Хантера развалили. Всех остальных точно так же. Одного за другим просто отправляют в таверну. И бежит отсюда бедный Абадон. Включает ульту, как будто его будут бить. Но его просто поднимают в ветра. И сейчас Абадона отправят пятым на базу. Это Тим Вайп от команды Вима. Я представляю, крики, ребят. У себя где-то там, где они там... У себя, короче. Крики, наверное, серьезные и солидные. Вскомба зашла. Команда ПСДС подумала, что можно так по-тихому на крысу зайти на топ-лейн. Но не тут-то было. Вима оказались все рядом. И очень даже удачно оказались рядом. 5 в 0. Дорогого это все-таки стоит. И у снайпера появляется Мьелнер. Есть у него уже Дайдалус. Есть даггер и 1700 сверху для снайпера. Мом был продан, как я понимаю. И в этой драке снайпер... А снайпер ничего не... Нет, одного-то Кабадона забрал снайпера, а тот в конце. Лина даблкилл и даблкилл у нас Варлок. Ну и что, Вимы могут пушить. Им надо отвечать агрессией на агрессию. Потому что ситуация такая, что по фарму они достаточно серьезно оторвались. По голде 15, по экспириен... По голде 13, по экспириенсу 18 тысяч. Ханни просто подфидел здесь. Остался в соло один. Непонятно зачем. Вот за это его наказали. Я думаю, что впредь поумнее будет в этом вопросе. Туда вообще по вражеский лес самому перемещаться, ну... Не есть хорошо. И, наконец-то, у Скайросмага на 38-й минуте появляется Бладстоун. Тут термоядерная мышь немного несчастно выглядит. Потому что то, как обращаются у нас с командой ПСДС, каких-то зарядов к Бладстоуну не добавит. Я понимаю, что ситуация такая, что уже нечего собирать было. Потому что, ну, начал уже как-то надо было с тем вопросом справляться. Потому что следующим этапом по плану команды ПСДС планировался Аганим на Скайросмаге. Как будет, неизвестно. Ну, пока что на 2 ульта 16-го уровня маны хватает. Ну, помимо этого вообще ни на что больше маны не хватит. Если не отпеваться, не регениться. То есть даже на ТПшку не хватит. Быстренько 2 провязать и улететь. Под 0 все съедает. Ну, здесь БПУК. Ну, конечно, в составе команды ВИМ. Представляете, я думаю, да, что такое? Скайросмаг, который 1600 маны тратит за секунду. Иллюзий Таразблейд. Да, такие спокойные, не агрессивненькие. Сейчас только увидели, что можно кого-то побить. Начали бить. С ними быстренько разбираются. Таррорблейд аккуратно уже эту игру не выиграет. По чуть-чуть, понемножку, одними иллюзиями отправляя их куда-то в файт. Эту катку не вывести, потому что с иллюзиями очень легко разговаривает снайпер и Лина. Тоже, в общем-то, эти иллюзии ощущать не будет Лайтстрайк Эрой, Драгон Слейф туда и просто с руки тех, кого не добило. Иллюзиям здесь больно будет. У Лина еще, кстати, и я думаю, готовится к покупке Хекс. Которого в составе Вим нет в принципе. Ни у кого из скиллов ничего такого не наблюдается. У Таррорблейда появляется Блэк Кинг Бар. А Юникорн МЛР уже с Манта Стайл. У него есть Скади, у него есть БКБ, Пауэр Трэдс и Ринго Факвила для Таррорблейда. Единорог сам-то по себе опасен. Но не выходя из Блэк Холла и Кирпича по голове от Варлока, его опасность в принципе заканчивается просто на количестве ХП, которые у него есть. Таррорблейда поднимает у нас Ветра. Произвал ульту, произвал Иллюзии. Так Иллюзии направив чуть Иллюзии, Крипов, Демажа. Быстренько Варлока разваливает у нас Юникорн МЛР. Дальше на Реалити. Реалити в Таверну. Ну и пошла ульта у нас у Тайт Хантера. Где Энигма? Вим-Бен не очень далеко находится, но врываться самому Энигме нет смысла. Потому что здесь нужен Снайпер. Снайпера без того же Варлока с его ультой драться не очень. Ну и Таррорблейд. Смотрите, огромное количество Иллюзий. Он просто идет, настреливает по Таверу. Т2, я думаю, что команда Вим потеряла. Может даже и Т3. Сколько он там, Маркос? Еще будет действовать? Детский действий. Просто юзай Иллюзии и беги дальше. Юзай и беги дальше. Крипы рядом. Эмпауэр не висит на Таррорблейде, а очень зря. Как он вообще висит тогда непонятно. Ну и что? Команда ПСДС после двух сделанных фрагов поднимается на хайграунд. В это время у нас развал уже пошел на базе. Чайником забирают у нас еще и Лину. И тут уже Снайпер. Снайпер уже готов отвечать на агрессию. РП есть у нас с Бладлайтом. Бладлайт, скорее всего, отсюда не уходит. Бладлайт, да, зацепили. Оул тоже налог КП. Стопитого Ворлок с собственным Големом. Ну, я не знаю, Снайпер просто не отпускает никого отсюда и не планировал даже на самом деле он это делать. У него уже готов Скади, у него есть Мьелнер, у него есть Дайдаус, есть также у Снайпера Даггер. Вроде одна команда как-то плотненько тащит, тащит, потом они огребают, чуть ли не целую линию отдают. Ну, вот, потом возвращается кто-нибудь из важных героев. И на этом игра переворачивается в другую сторону. Ну, такие хорошие качели. И по Трэрблейду Снайпер настреливает. У него через 7 секунд будет Даггер. Может, и дальше еще пойдет у нас? Скаросмага подстопил немного Шраф Нейлью. Но на хайграунд не рискнул врываться, потому что можно прямо-таки нарваться на Мистик Флеер. И БКБ у Снайпера не имеется. В это время по нижнему лайну иллюзии от Трэрблейда. Движутся в сторону Тавра, сам Трэрблейд в это время находится на собственном фонтане. Улетел или ушел. Ну, это просто корм для Энигмы. Линию подпушили, команда Вим может и пофармить. Рошан у нас появляется. Лайтстрайкеры туда провязала команда Вим. Роха очень быстро высыпается. Роха для Лины. Снайперу просто некуда положить, Эджис. А я в Скаде у Снайпера уже есть. Есть у него 1600, у него 200 хеллс-поинтов. У него скорость атаки огромнейшая. Есть также криты, замедление. С Снайперам лучше не встречаться. Даже, я думаю, Трэрблейд мог бы получить, если бы... Ну, если со старта не проезжает, ну, например, Метаморфоз и Иллюзии не наделает в огромном количестве. Что он, кстати, делает прямо-таки сейчас. Ну и 3 Иллюзии отпускает. Сам стоит спокойно. 3 Иллюзии отпустили. Ульта пошла у нас у Тайдхантера. Энигма недалеко. Бим-бэм. Тайдхантеры ему сбивают. Тайдхантеру не может проезжать. Он юзает лэк-хоу. Его стопят чем только могут. РП пошло от Гладлайта. Пока что файт 3 в 2. Вим забирают троих. Вим забирают четверых. Фоул отправляется в таверну. И это Тим Вайп. Икс Марка с двоих забрал своей ультой. Он старался, он хотел. Помочь своей команде. Но тут Снайпер близко даже к этому файту не подходил. Просто стоял и расстреливал всех. Ему не надо подходить близко. Он на то и Снайпер. У него 24 левел. У него куча дэмэджа с руки. Сейчас у него будет появляться еще и, например, бабочка. С огромнейшей скоростью атаки. Или, например, Сатаник. И Снайпер. Нельзя его убить. Будет в никаком образе. Замес классный, красочный. И обидно, конечно, что кто-то, кто стоял просто в стороне и разваливал с километра. Зарешал в этом замесе. Надо было готовиться. Ну и выход уже на медлайн от команды Вим. Байбеки сейчас будем смотреть. Байбеки отсутствуют. Ну и Снайпер у нас. Дальше пошел и быстренько справился со Скайросмаком. В итоге медлайн Скайросмак 7-8 счет. У него два заряда в Бладстоуне. БКБ собирает. БКБ против Снайпера, как вы, думаю, понимаете, смысла не имеет. Но здесь команда БСДС с таким крутым названием попала в горячку. И справиться с данной ситуацией сложновато. 35-24 вроде бы немного по счету. Но здесь много денег сконцентрировано в руках одного единственного героя. Снайпер 25-600 против 20200 монет от Террорблейда. В Террорблейда тоже есть Скайд, у него есть Монта Стайл, есть БКБ. Но дамеджа не так много. Потому что скорость атаки у Снайпера просто чокнута. Ну что, Террорблейд пошел у нас за Яникой. Сбивает Линку у нас Яникой. Малифейс пошел по нему. БКБ провязал у нас МЛР. Ну и что, Яниква просто упрыгивает. Куда ты делся вообще? Яниква просто вниз падает у нас. И в итоге Террорблейд все, что провязал, провязал зря. Как вы видите, подстопил нормальненько своим идолоном. И упрыгнул. Какой красавчик, а? Да, Бим Бэм вообще в этой игре просто на 5 с плюсом действует. Причем в любой момент. Самопожертвование и вообще реакция крутая. Да и по таймингу все делается достаточно ровно. 17 или 18 тысяч в пользу Вим. По экспе 27 тысяч тоже в их пользу. И у нас 50-ая минута уже приближается. Ну, никуда снайпер не собирается. У него и так все хорошо. И вот что появляется у нас для снайпера. Муншард появляется у нас для снайпа. Наверное, даже и съедаться нет смысла снайперу. Съедать, точнее, этот артефакт. Можно просто себе принести и фейс-бутцы, например, продать. Продаешь фейс-бутцы, покупаешь себе бутсов-тревел. И так спокойненько, спокойненько в сторону вражеской базы направляешься. Там решаешь все вопросы. И появляется еще и хекс у нас у Лины. Сколько же там денег? Там 21 тысяча. По золоту и 27 тысяч по экспириенсу преимущество. Тут уже вывозить эту катку нереально сложно будет. Для этого должен, я думаю, что заняться делом Террор Блейд, его должны не трогать на протяжении, ну, секунд 20-ти, чтобы он хотя бы 2-3 выключил. Так, пока Террор Блейд вроде и опасен, 350 с руки, плюс иллюзии. Но катят его. Тот же Энигма. Если ты поддержишь его 4 секунды в Блэк Холле, то Снайпер со своим количеством демэджа, со своей скоростью атаки 0,40 секунд на атаку. Может, побольше, чем Террор Блейд, а причем намного. Икс Маркас не успел провязать Чейн Фрост. Вообще ничего не успел провязать. Просто стоял и надеялся, что пронесет. Да как тут пронесет? Улины 900 у нас за счет ульты. 950 плюс весь раскаст под ноги. Юл, Хекс, там действительно невывозимые траблы у команды ПСДС. Но Снайпер продолжает копить деньги. Если что, деньги будут на Байбэк. Правда, куда он прилетать будет, неизвестно. Зачем деньги на Байбэк, если Террор Блейд не может прийти. Ну, разве что для дефа потом. А Милейна у команды ПСДС уже не было. 50-я минута у нас подходит к завершению. Снайпер с километра стоит, расстреливает Тавр. Тавр очень больно. Снайпер вообще на все это. Снайпер просто отсюда уходит. Вроде как и сильно выигрывает команда Вима. С другой стороны, более-менее сейвовая игра. Куда-то на рожон не лезут. Я думаю, здесь тоже не делают. Ну и врыв пошел у нас от Наоли. Быстренько разорвали Скайра Смага. Оу у нас еще с ультой. Оу они будут трогать. А теперь, скорее всего, его не отпустят. Чайник пошел у нас от Личан. Ну и все, Чайник остановился на одном Тайдхантере. Тайдхантер отсюда уходит. И, кстати, очень зря. Куда ты пошел? Тайдхантер пошел у нас против Юникорна сражаться. Юникорн нормально смотрится. Юникорн, правда, бедняга, ульту свою провязал в пустоту. Потому что у Энигмы был Айовс Линкен Сфера была. Ну и тем самым Юникорн, мне кажется, обрек свою команду на поражение. Снайпер отсюда никуда не уходил. Снайпер может просто теперь расстреливать. Вот Фонтан. Шабнель есть. Вижен дается. Так, ну что, снайпер у нас с Юникорном. Ну и снайпер решил подраться в Соло с Террор Блейдом. Ну и тут по горбу Террор Блейд развалил снайпер. Ну, не та позиция, конечно, для снайпа, чтобы бороться в Соло с Террор Блейдом. Он должен с километра его расстреливать, но Блейд должен не подходить к нему. Тогда есть шанс. В какой-то дуэли, более-менее в Клосс, на мили расстоянии, конечно, Террор Блейд помощнее будет смотреться. 25,5 тысяч золота Вим. По экспириенсу 30 тысяч тоже Вим. У Юникорна 850 остается до появления бабочки. Ну и снайпер, сидя в таверне, приобретает себе бутсов трек. На байбэк деньги есть у него, фейсбукцы тоже продадутся. Денег будет еще больше, ну, я думал, что снайпер купил себе тревелап, просто не оставил себе денег на байбэк. Видимо, там до этого был миллион. Ну да, так и было. Так и было. Значит, было 4700, где-то 4800. Варлок уже саганим. Мы постепенно собираемся еще и в рефрешер Орп выйти. Варлок, не вижу рефрешера у Энигмы, даже каких-то планов на него. Но вот странно, почему, кстати, ну, Бимбэму, я думаю, БКБ был бы тоже не лишним. Все-таки в сложной какой-то ситуации, например, тот же РП от Магнуса или, 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 или тот же чайник от Лича, который не позволит доставать все необходимое, это, конечно, минус. Просто потеряли Варлока игроки. Команда Вим, кстати, могут и проиграть. Да, снайпер, заряжен, конечно, невероятно. И вы видите, что происходит с Личом, просто со своей базы. Ну вот, вам, пожалуйста, вот вам даггер. Вот снайпера, снайпер обрывается в базе достаточно быстро. Террорблейд в Саверну. РП у нас от Магнуса. Все просто постоят некоторое время на месте, а снайпер бежит и бьет с 4000 километров. Лаглайд отсюда не уходит, и Оул тоже отправляется в Саверну. Мобильный, быстрый, демеджа куча, скорость атаки просто грандиозная. Снайпер у нас прыгает уже под вражеский Т4. Что там под лиф? Лиф есть, но этот лиф будет несколько секунд всего лишь. А байбеки у команды... Ну, команды ПСДС закончились. Ну что, бимы посражались с Пипинус хорошо. Сражались с Пипинус агрессивно, интересно. Пик у них был мощный. Пик был под АОЕ. Какой-то демедж серьезный раскаст. Мы неоднократно видели эти раскасты. Личная респектуля просто летит бим-бэму. Ну и ранние минуты, и лейт-гейм. Снайпер это все понятно, но... Райт-клик не есть сложно. Фармить, конечно, сложно. Убивать в файтах снайперу не так сложно. Ну, по Энигме, конечно, приятно было наблюдать все это. Ну что, друзья, у нас через 5 минут, в принципе, по плану должен начаться второй. Через 5 минут должен начаться второй четвертьфинал на сегодня. По плану он вообще четвертый. Вот, и мы определим полуфиналистов, которые тоже у нас играют сегодня. Ну, у нас по расписанию в 15, а по просьбе одной из команд в 15.30 играет команда Рамиля Шамуратова против команды Сергея Бруханского. Скул Найн, если не ошибаюсь, против... не вспомню. Название сейчас узнаем. Ну что, так не переключайтесь далеко. Я думаю, что минут 10, и мы с вами уже увидим противостояние коллективов. Все, турнир продолжается. Турнир, мне кажется, набрал хороший ход, и команды продолжают радовать. Так что оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok